Сегодня в вашей церкви праздник. Праздник не только у детей, которые стояли на сцене. Праздник не только у родителей, которые так бережно держали кого-то за спину, кого-то за руку. Праздник у каждого, кто находится в этом зале. Потому что это наши дети. Это те дети, которые сегодня начинали свое восхождение к Небесному Дому. И каждый из них с особым трепетом произносил слова своего обещания. Мне было приятно наблюдать, когда взрослые пытались помогать. Потому что сказать, что Иисус любит меня, это очень важно. Это значит, что мы все нуждаемся в том, чтобы нас кто-то любил. Но то, что нас любят, это тоже подвигает нас к чему-то. И вы помните, это обещание Искателей Приключений, чем оно заканчивается? Если Иисус любит меня, скажите, что дальше? Я обещаю, заметьте, очень хорошее слово «всегда». Потому что я обещаю всегда делать. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Потом снова все. Смотрите, как перед вас звучит. Но я думаю, что это важно в отношении также и со стороны детей к родителям. Потому что родители тоже, наверное, пообещали делать все самое лучшее. Потому что я уверен, что большинство, вероятно, стояли однажды в воде. Потому что я уверен, что в некотором моменте, большинство этих родителей, в некотором моменте, были в воде, в некотором моменте, были в воде, и пастор говорил, «Прищу Тебя по вере Твоей во имя Отца, Сына, Святого Духа». Это имело значение, что мы теперь будем делать все самое лучшее. Это также привело к тому, что я буду делать все, что я могу. Самое лучшее по отношению к себе, по отношению к своей семье, самое лучшее по отношению к работе, по отношению к церкви, к детям и так далее. Правда? Наверное, в жизни не всегда получается. Мы говорим, реальность, она другая. Но мы стремимся к самому лучшему. Потому что Бог приготовил для нас точно самое лучшее. И вы помните, вероятно, вы помните, вероятно, те слова, которые апостол Павел написал церкви в городе Коринф. Тем людям, которые соприкасались с реальностью этой жизни. Где не всегда была справедливость. Где было огорчение. Возможно, терпение и страдание необходимо было. И апостол Павел сказал, не видел того глаз, не приходило на сердце. Ты даже представить себе не можешь, насколько лучшее для тебя приготовил Господь. Поэтому сегодня, ребята, взрослые, у вас начинается путь восхождения. Восхождение к тому лучшему, которое для вас приготовил Бог. На этом пути вы будете встречаться с разными ситуациями. С разными людьми. С разными обстоятельствами. Но то, через что вы будете проходить, оно вам очень полезно. Потому что вы будете понимать, что вас ведет Бог. И вы будете знать, что Он приготовил для нас самое лучшее. Я хотел спросить у вас, дорогие. Поднимите сейчас руки те, у кого есть цель в жизни. Достаточно много. Спасибо. Теперь поднимите, пожалуйста, руки те, у кого эта цель где-то записана. Спасибо. Спасибо. А теперь вам реальная иллюстрация. В одном из лучших университетов мира этот университет входит в известную Либу Плюща. Это Ельский университет. Однажды провели исследование. Каждого выпускника, который завершил обучение в университете, спрашивали, есть ли у тебя конкретная цель в твоей жизни. И знаете, что выяснили исследовать? Только 3% выпускников имели конкретную цель. Мало того, что они ее имели, она у них была где-то записана. У 14% выпускников конкретная цель была. 14% also had a specific goal. Но они держали ее в голове. Но это была не только физическая цель. У оставшихся 83% выпускников этого престижнейшего университета не было конкретной цели. Не было цели, которую они хотели бы достичь. Что дальше? Прошло 20 лет. И профессор, который занимался вот этим исследованием в самом начале, он снова дал задание студентам. Найти выпускников, которые закончили свой УЗ 20 лет назад. Они их нашли. И снова задавали им определенные вопросы, пытаясь выяснить, как они достигли, каких целей они достигли. И так далее, они интервьюили, у них были определенные вопросами, и они пытались увидеть, если есть определенные цели или вещи в жизни, которые они смогли получить. А теперь послушайте. И так, пожалуйста, слушайте это. Те 3%, которые записали свои цели в начале карьеры. Они время от времени сверялись своими целями и корректировали свои действия для достижения цели. Every now and then they would look at their goal and they would correct their actions, behavior to reach that goal. Зарабатывали в год, мы говорим о финансовой части, на что они сделали акции. Зарабатывали в год больше and within a year they made more money, specifically here it's measured by money, it's alright. So they made more money than the rest of the 97% of their peers. 3% людей, у которых была конкретная записанная цель. So picture this. We have 3% of graduates. They have specific goals that's recorded. В финансовом плане and financially зарабатывали больше чем 97% их друзей. They made more money than 97% of their peers. Including those, who had goal as a mental note or those who had no specific goals to speak on. Смотрите разницу. Это 3% и это 97%. And those 97%. Понимаете, насколько важно не только иметь цель? Вообще ее важно иметь, да? Насколько важно, чтобы она была где-то записана? Насколько важно к ней обращаться? Сравнивать, какой путь я прошел? На протяжении 20 лет, как это можно увидеть? Это просто в мире, понимаете? А если мы говорим о духовных вещах, это важно или нет? Знаете, что интересно? Когда Господь предусмотрел, что у израильского народа будет царь. Когда Господь предусмотрел, что у израильского народа будет царь. Никит Таразаконий. Бог не хотел, в принципе, чтобы у народа был царь. Ему достаточно было руководить через судей и другие способы влияния на народ. Но Он предусмотрел, что это может быть... структурно говоря, Бог не хотел, не хотел, чтобы национальный визуал иметь князь. Он, наверное, бы просто был рад, чтобы иметь жителей или других способов иметь его людей. Но, в книге Таразаконий уже предусмотрел, что это может В 17 главе книги Второзакония, я просто попытаюсь сказать, что там сказано, вы дома пообещайте, что прочитаете эти слова, там очень важно. Бог сказал, что для царя очень важно несколько вещей. И знаете, какая самая первая вещь должна была быть у царя, когда он принимает царство? Самое первое. Самое первое, что должен был сделать царь, вступая на царство, переписать для себя книгу Закона. Зачем, как вы думаете? Когда ты пишешь, ты по-другому это воспринимаешь. И потом то, что ты написал, ты каждый день читаешь. И сравниваешь то, как ты живешь, с тем, какое желание есть у Бога. И у тебя есть возможность корректировать свою жизнь. А теперь у меня вопрос к вам. Скажите, как вы знаете? Какой царь это сделал? Соломон. Теперь понимаете, почему даже и Давид, который, как сказано, что очень близок к Богу был, и Соломон, который в начале своего правления просил мудрости у Бога, и Бог ему дал все. А потом вы помните какие результаты у одного, и у другого, и у большинства царей. А почему? Потому что в самом начале... В самом начале не было сделано то главное, что необходимо. Поэтому я сегодня хочу попросить ребят и попросить родителей. И сегодня я хочу попросить наших детей, своих родителей. Вернетесь домой. Откройте блокнот, может быть, тетрадку, или даже в вашем гаджете. И напишите «Моя цель». И, наверное, сегодня, если мы говорим о том, какую цель мы для себя поставим, эта цель достичь неба. И сегодня, я имею в виду, если мы говорим о том, что основной цель мы имеем в жизни, то это цель – reach heaven. А для этого необходимо каждый день быть с Богом. И, вы знаете, еще сегодня я хотел бы один текст прочитать. Я попросил бы, чтобы его мы вместе прочитали. Потому что этот текст говорит о том предназначении высоком, которое Бог ожидает от каждого из нас. А знаете, какое высокое предназначение Бог ожидает от нас? Я не скажу ничего-то нового или странного. Скажите, предназначение быть человеком – это важное предназначение? А быть человеком Божьим? Вы помните, когда в Библии после определенных событий, женщина, обращаясь к человеку, одному человеку, пророку, говорит, «Теперь-то я знаю, что ты человек Божий». Помните, как апостол Павел пишет Тимофею в письме обращения, «Ты оставайся человеком Божьим». Дорогие, я хочу спросить у родителей, скажите, сложно ли сегодня из ребенка вырастить человек? Да. Потребителя вырастить легко, которому всего будет не хватать, всего будет мало, которому надо все и сейчас, который будет нуждаться очень в любви, но сами ничего не должны. Очень легко вырастить сегодня потребителя. Знаете, беда в том, что сегодня родители растят из детей потребителя. Наверное, это редкость, когда у детей сегодня дома есть обязанности. Наверное, это редкость. Может быть, я не то говорю, но мне кажется, что самая большая обязанность, которую мы ожидаем сегодня от детей, чтобы он нормально ел. Что бы он хоть как-то слушался. Что бы он как-то учился нормально, хорошо. И мы считаем, что это нормально. Что это достаточно. Но, наверное, не только эта обязанность должна быть у детей. Поэтому, дорогие, проблема в том сегодня, что после грехопадения, когда Бог сотворил, до грехопадения, Бог сотворил человека по своему образу. Потому что после грехопадения, знаете, что произошло? Пятая глава книги Бытия, третий текст читаем. Адам родил по подобию своему и по образу своему. It says, Адам begot a son in his own likeness, after his image. По подобию своему и по образу своему. Поэтому, когда иногда мы смотрим на детей и спрашиваем, да, в кого ты такой? So, Seth was born in a likeness and image of Adam. То, наверное, надо подойти к зеркалу. We look at them and say, you know, who do you take after? Well, maybe it's a good idea for us to approach a mirror. И сказать, вот мое подобие. Look at him, okay, this is my likeness, this is my image. А я хочу, чтобы это был по образу и подобию Бога. But actually, what I want from you is for you to be, you know, like this image of God. Менять ребенка? Ломать ребенка? Пересотворять ребенка? What should we do? Нет. С кого начнем, ребята? Как думаем, с кого начнем? С родителей, правда? Kids think that parents should change first. Начнем с родителей. То есть начнем сегодня делать человека с родителей. So, as we grow to, as we attempt to rear a godly person, let us start with ourselves. А теперь контекст, о котором мы говорили. Михея 6,8. Вы помните его, наверное, да? Смотрите, как возвышенно звучат эти слова. Книга пророка Михея, 6 глава и 8 стих. О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим. Какой хороший перевод. Держался ты справедливости, ко всем относился с любовью, жизнь смиренно, в постоянном общении с твоим Богом. There are some good paraphrases of these verses. Интересный перевод. Посмотрите, с чего мы начнем творить человека? Вот у нас есть как бы требования, да? Справедливость, любовь, смирение, постоянное общение или ходьба с Богом. С чего начнем? So we have several things that God requires of a person. It's to do something, to love something and to spend time with something. What is the first thing that we should start? Что в этом обращении первично? What is the primary thing in this particular... Наверное, справедливость, правда ведь? Ведь мы все за справедливость. Кто против справедливости? Justice, isn't it? Because, I mean, we all want justice. Is there anybody here who says, you know, I don't like justice? Но вы помните, вы уже говорили не однажды, что справедливость очень субъективное понятие. But we did speak and merit in this idea, because justice is a very subjective way. Кто-то едет в трамвае, а кто-то в автомобиле. Справедливо? Some people ride the train, the tram here, others drive their car here. Тот, кто едет в автомобиле, ему там тепло и уютно, он считает, что это справедливо. Но тот, кто в трамвае и в большом окне видит сидящего в автомобиле, считает, что это неосправедливо. Ну, в большинстве, это справедливо. Потому что жизнь так сложилась. Обстоятельства вот так. Несправедливо. Скажите, пожалуйста, сегодня не делаем голосование, но тем не менее, хоть вот так один палец поднимите, те, кто никогда не считал, что с ним несправедливо. Лиза считает, что вообще с тобой все справедливо, да? Нет! То есть тоже была несправедливость своей, вот тем более, ведь нет. Но если спросим, говорят, но если спросим противоположную сторону, она скажет, что все нормально. Но если вы хотите спросить, то есть, вы всегда делаете просто с людьми вокруг вас? Когда Лизе не разрешала мороженое кушать, она тоже считала, что это правильно. А Лиза считала несправедливо. Поэтому со справедливостью не начинаем, с любви начнем. Мы учим ребенка любить. Начнем с любви. Наверное, сложно, правда? Наверное, мы хотим вначале ощутить любовь, а потом чуть-чуть, что осталось, уже отдать. Идем дальше. Постоянное общение с Богом, или в синодальном переводе смиренно-мудренно ходить перед Богом. Давайте поговорим о ходе хамбли, или просто отдать время с Богом. Дорогие, я думаю, что вот это самое первое, с чего мы начинаем. Дорогие, я думаю, что это самое первое, с чего мы начинаем. Ребенок начинает, так скажем, более-менее, ну такую же осмысленную жизнь, когда начинает ходить. Помните, как бы радуемся, когда ребенок делает первую очередь. Когда ребенок начинает ходить. Помните, как счастливы мы были, когда ребенок начинает ходить? Мы берем его за руки. И такое счастье, даже сегодня все фотографии рассылают друг другу, мой ребенок сделал первый шаг. У папы ничего страшного, отнимайся, идем дальше. И если он падает, то все нормально, просто уйти, продолжай идти. Мы счастливы, когда он ходит. Я помню, когда наш внук, чуть больше годика ему было, стал самостоятельно ходить, для нас это было счастливо. Посмотрите, в чем счастье для Бога. Когда человек начинает ходить. Как ходить? С кем ходить? И что делать во время этого хождения? Он ходит в постоянном общении с Богом. Теперь у меня снова к вам вопрос. Скажите, о ком первом в Библии вы прочитали, что он ходил с Богом? А кто был первый человек, который ходил с Богом? Ено. Это какой период в нашей истории? До потопа. От творения до потопа, после Патопа, до Абрама, до Абрама. Какой период? Это в то время, когда еще жили очень много. И вы, наверное, помните, это было очень много. И вы, наверное, помните. Это библейский текст, который мы находим в книге Бытия в пятой главе. Я попытаюсь сейчас его найти. Посмотрите, книга Бытия, пятая глава. So we're looking at Genesis chapter 5. 24 стих. Спасибо. 24 стих читаем. Нет, можно выше, но 24 стих. Нет. 21 стих. Посмотрите. Енох жил 65 лет и родил Матусал. Енох lived 65 лет и begot Methuselah. Сколько времени или какое событие подвигло Еноха к пониманию, что ему необходимо ходить с Богом? И мы можем сказать, дорогие, что вот это хождение Еноха с Богом началось в тот момент, когда у него появился сын. We may assume, we may assume, we may assume that Enoch started working with God after his son was born. А знаете, почему это важно? And you know why it's important? Потому что дети учатся не тем словам, которые ты им говоришь. Because children don't learn from the words you tell your children. А дети учатся на том, как ты делаешь. И Енох понял, для того, чтобы передать отношения с Богом, слов мало. Он понимал, что ему необходимо постоянное общение с Богом, и только это он может передать своему сыну. I myself need total communication with God, so my son can learn from what I do. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет. 22 стих. After he begot Methuselah, Enoch worked with God 300 years. И родил сыновь и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И посмотрите, снова акцент. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. And look at the next verse and see this again, it's pointed out. And Enoch walked with God, and he was not, because God took him. Чем заканчивается путь хождения с Богом? So if you start walking with God, where can it lead? У каждого, кто ходит с Богом, чем заканчивается его жизненный путь? Every person who walks with God, what happens at the end? Понимаете, насколько важно это? You see how important it is? Вот это хождение с Богом, оно никогда не прекратится. As we walk with God, it will never come to the end. Дорогие, вот поэтому сегодня мы говорим, хождение с Богом имеет начало, но не имеет конца. And that's why we say, as we walk with God, there is a beginning to the journey, but there is no end to it. И помните, как посланник евреям, апостол Павел, вспоминает хождение с Богом Еноха? You might be familiar with how Paul, in the letter to Hebrews, in the epistle to Hebrews, he thinks of Enoch walking with God. И говорил, что за время этого хождения, Енох настолько сблизился с Богом. And he conveys this idea that throughout those days, as Enoch walked with God, he became so close to God. Угодил Богу. Понимаете, насколько важно сегодня начинать правильно, чтобы быть человеком. И когда мы начинаем с хождение с Богом, мы хождение с Богом можем передать нашим детям, потому что они видят, что это серьезно. А они видят, что это не просто субботний выход. Они видят, что это не просто спектакльная игра. Они видят, что хождение с Богом, меня как отца, у матери, это жизнь. Это жизнь послушания с Богом. Это жизнь в отношении с Богом. Как важно, чтобы дети понимали, что у родителей есть авторитет. И этот авторитет выше родителей. Этот авторитет вселенский. И этот авторитет сам Господь. Дорогие, сегодня Бог оставляет для нас, как для родителей, очень важные слова, которые помогают нам правильно передавать понимание Бога детям. Послание апостола Павла к Ефесской церкви, шестая глава. Четвертый стих. Посмотрите. С чего начинается передача детям понимания Бога, сущности хождения с Богом. Посмотрите, как интересно. Новый перевод. Вы же, отцы, не доводите детей своих до раздражения. I'm reading from NAV. Папец, do not exasperate your children. Но воспитывайте их. Instead, bring them up. Приучаясь любовью к порядку у Бога Господу. In training and instruction of the Lord. И наставляя их жить по воле Него. Посмотрите, здесь очень важные два слова. Первое слово это воспитывайте. There are some key words that are found here that you should pay attention to. The first one is bring them up or rear them. Значение этого слова это питайте или вскармливайте. One of the synonyms of rearing or bringing up is raising, growing, literally. И здесь сказано не о питании. And here we are to give nutrients for spiritual growth to our children. Сказано не о том питании, которого, наверное, уже дети и взрослые ждут и оттуда такие запахи даже раздаются. Не об этом питании. This is not what we are talking about here. Акцент здесь на интеллектуальное и духовное питание ребенка. Rather as we talk about growth, we talk about mental and spiritual aspects of a child's life. Поэтому, дорогие родители, сегодня Господь побуждает вас, когда вы взращиваете человека. Помните, что вы отвечаете за то, каким питанием вы наполняете разум ребенка. Не только тот хлеб, который у него на столе, а духовный хлеб, который вы вкладываете в сознание ребенка. Наполняйте разум ребенка духовной пищей. Слово «наставляй» или «жить по воле его» — «наставляй». And here it also talks about that we should train them up. В оригинальном тексте имеет значение буквально «класть в разум». I believe it's the word nurture in the King James version or training in New King James and NIV. And the word here literally means, if I understand the word correctly, «place into the mind». Понимаете, насколько это серьезно? You see how important it is to train up a child. Насколько серьезный выстав в воспитании человека Божьего. Now this is a challenge. It's a great challenge. Что есть перед нами сегодня. This is what the challenge that we have to rise up, to grow up, to rear a person of God. And it's not easy. Но давайте на это посмотрим от обратного. But let's look at the opposite side. Если, давайте по-другому. Я могу дать другому только то, что у меня есть. The thing is, I can share with another person only the things that I possess. Я никогда не дам другому того, чего у меня нет. Если я не напитан и не вскормлен духовным словом Божьим, что я дам? So if I am not fed up in a way, if I am not fed by God's word, how can I share it with my child? Поэтому первое, что мы берем на себя ответственность во вскармливании, во взращивании идти, мы начинаем вскармливать себя. So as we rear our child spiritual, as we help them grow spiritually, first thing we need to do is we take care of our own self spiritual, so we can grow. Простой такой момент из жизни, когда мама кормит грудью ребенка. Here's a very simple example. Imagine a nursing mother. Она должна правильно питаться. Can she nurse her child if she doesn't eat much? От того, что мама есть, зависит какое питание будет питаться? Or let's say she eats, but she eats food that is not good. Does it influence the food that her baby receives? Мы скажем прямая зависимость. And let's say, of course, there is a direct correlation between those things. And that's what the Lord tells us here. He expects that we feed ourselves well spiritually. And that's when the offering of spiritual food to our children will be good. And if we have trained ourselves up seriously in spiritual things, then we can train our children in spiritual things. And perhaps you're familiar with Psalm 127, known as the song of the Sermon. For us it is important, because we are today doing a few notes of this song of the Sermon. And we have a few notes of this song of the Sermon. 126-Sermon, he is quite short. Today we alluded to a few times to ascending, so let's look at Psalm 127, it's relative to the Sermon. Psalm 127, the Sermon's ascending song of the Sermon. If the Lord doesn't save the house, unless the Lord builds the house, unless the Lord builds the house, they work in vain, who build it. If the Lord doesn't save the city, unless the Lord builds the city, the Sermon's ascending song of the Sermon. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печалью, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Because the Lord gives his beloved sleep. Вот наследие от Господа, дети. Награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил имя колчан свой. Не останутся они в стаде, когда будут говорить с врагами в ворота. Несколько важных слов, которые я хочу, чтобы вы запомнили в этом пути восхождения. Первое – это роль Бога. Посмотрите, если Господь не созидает дом, если Господь не охраняет город, второе сразу же после этого что стоит? Напрасно. Понимаете, если в жизни наших семей, наших домов, нашей церкви нет Бога, какое тогда слово? Напрасно. Даже если все остальное есть. Даже если есть пачки денег, даже если ищут в банке. Дорогие, даже если есть дом, а в этом доме нет Бога, вы помните, как Иисус сказал определенной категории людей во время Своего служения? Ваш дом остается пустым. Потому что там в доме нет меня. Дорогие родители, дорогие дети, это вызов для нас. Главный в нашем доме ни папа, ни мама, ни ребенок, ни бабушка, ни дедушка. А кто? И если все это знают, тогда в доме может быть гармония и атмосфера. Но если Господь не главный в этом доме, тогда кто-то обязательно будет главный. И тогда другая совсем картина отношений. Дорогие, поэтому запомните это. Если нет Бога, напрасно. Если нет Бога, напрасно. Следующий момент очень важен. Кто дети в доме? Скажите, кто дети в доме? Написано, что это наследство от Господа. Это награда. Понимаете, что важно Бог хочет донести? Как мы должны относиться к наследству от Господа? Это наша собственность. На какое время Бог дает нам детей? Некоторые считают навсегда. Как олимпийская медаль. Я пробежал, первую медаль дали, олимпийский чемпион пока не умер. Это как они говорят, олимпийский медаль. Я ругал на fastest, я был первый на финансовой лине, и я был первый олимпийский чемпион. А седьмой? Господь дает нам детей на очень ограниченное время. What about children? The Lord actually gives us children for a very limited period of time. Зачем? Чтобы мы смогли передать в них то самое лучшее, что у нас есть. Чтобы мы могли передать им те отношения с Богом, которые есть у нас. те принципы, те ценности, вот все то, что у нас есть лучшие, чтобы мы могли им передать. Знаете, в 77-м псалме сказано передать детям чудеса Господни. Но не свои чудачества. Что мы передаем чудеса или чудачества это одна зависть. We can give our children the best or we can give our children our shortcomings. And we are the ones who make the choice. Итак, дорогие, давайте это запомним. Дети это наследство от Господа. И потом Господь спросит, я тебе дал. Dear friends, let us remember this idea. Our children are inherited from the Lord. Ложить и что ты мог передать. And the Lord will ask us, what have you done with my inheritance? Поэтому сегодня, подводя итог наших размышлений, what have you placed there? So today, as we summarize, давайте подумаем. Let us think. Путь восхождения наш. Our path of ascendance. Путь восхождения детей. The path of our children's ascendance. Начинается с того, что мы начинаем ходить перед Богом. They start that we walk with God. И когда мы ходим с Богом, Он научит нас любить. And as we walk with God, He will teach us how to love. Он научит нас любить. He will teach us how to love. Любить себя. He will teach us how to love mother himself. Любить тех, кто рядом. He will teach us to love people around us. Любить детей по-настоящему. He will teach us to live our children. Любить родителей по-настоящему. He will teach us to love our parents. Truly love them. Любить своих друзей, близких, знакомых. We will love our friends, relatives. Когда мы будем ходить с Богом, Он научит нас справедливости. Когда мы ходим с Богом,